Всем привет! И сегодня я бы хотел рассказать об открытии в России первого магазина LeEco. Компания LeEco – это китайский гигант, занимающийся производством умных устройств и контента. Делая ставку в основном на второе, компания выпускает устройство с очень привлекательной ценой, за что ее и любят покупатели. На открытии магазина в Москве компания привезла два смартфона – Le2 и LeMax 2, которые можно было купить в день старта продаж. Мероприятие бы прошло тихо и спокойно, если бы не активность компании в социальных сетях. На призыв прийти и получить смартфон Le2 со скидкой в 5000 рублей откликнулось нереальное количество людей. Такой ажиотаж я видел только по телевизору на старте продаж нового iPhone в Штатах. Хотя распродажа по купонам начиналась ближе к вечеру, люди занимали очередь с самого утра. Изначально планировалось, что акция пройдет в течение трех часов, но из-за большого количества людей компания пошла навстречу покупателям и продлила акцию до закрытия торгового центра. В итоге к 9 вечера около магазина еще стояла огромная очередь. Удивило отношение компании к своим покупателям. Видя, что люди стоят в многочасовой очереди, сотрудники организовали раздачу питьевой воды, а для огромной очереди на улице – горячих напитков. На этом щедрость Leco не заканчивается. Всем покупателям помимо традиционной гарантии на один год, компания дополнительно давала гарантию еще плюс один год. Также, если вы случайно разбили экран смартфона, то в течение трех месяцев компания произведет замену экрана бесплатно. А вот и виновник огромных очередей – Le 2, младший смартфон в линейке компании. Алюминиевый корпус, Full HD IPS экран на 5,5 дюйма, процессор Snapdragon 652, 3 гигабайта оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев, камера на 16 мегапикселей и новый многофункциональный Type-C разъем. Что тут еще скажешь? Достойный смартфон за свои деньги. Помимо смартфонов, на открытии можно было увидеть и другие продукты компании. Такие как телевизоры, Type-C и Bluetooth наушники, аксессуары для смартфонов, и даже велосипед. Все это должно вскоре также поступить в продажу. Причем на телевизоры обещают очень вкусную цену. Что же в итоге? Наряду с парадом открытий фирменных магазинов китайских компаний, с этого дня в России официально стало одним производителем качественных и недорогих устройств больше. Максимальная лояльность к покупателям, достойные продукты и привлекательные цены лично на меня произвели самые приятные впечатления. Но сумеет ли компания завоевать сердца остальных россиян, покажет время. Ну что же, на этом я буду завершать свой обзор. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok